уважаемые любители моих небольших фотографических и научных роликов сегодня у нас такой небольшой ролик с ответами на вопросы и в то же время посвященной конкретной работе которая была выполнена в конце этого года ролик называется алкающее время ну понятно что алкать это значит что-то хотеть или желать это время желает чтобы оно прошло как можно быстрее но мы сопротивляемся по мере сил и собственно говоря пытаемся его как-то хронометрировать связи с этим на следующий год 1922 вышел календарик вот он этот календарь называется просто календарь сделаны двумя организациями виски румс и издательство ведь я надеюсь что он вам понравится вполне естественно что он весь посвящен художественному созданию художественных образов из тех бутылочек с виски которые собственно говоря и являются украшением этой замечательной организации виски румс то есть это чудесное место где можно приобщиться к высоко качественным напитком теперь прежде чем я перейду к рассказу про календарь я немножко потрачу времени на ответы на вопросы поскольку очень многих людей интересует ситуация сегодняшняя ну например александр спрашивает значит вот узкопленочные камеры работающие на пленке или 6 на 6 они уже умерли да нет не умерли конечно они уже очевидно проигрывают современным цифровым камерам таким как хасельблат 907 или лейки большинстве своем но это не смерть разговоры о смерти пленочных камер сильно преувеличены форматная камера еще будут долго успешно конкурировать за художественные образы с цифровыми моделями и всякие жалкие там замечание тишь что можно взять значит шифта титул объектива и мол дейми добиться нет не добьете попробуйте правда для этого потребуется много денег и времени значит еще есть вопросы другого рода о том что чем я обрабатываю равы я все картинки которые получаю профессиональными камерами верхнего уровня я обрабатывал в их родных конвертеров которые так сказать предоставляют фирмы производители этих изделий поскольку они лучше всего знают чего делать а теперь есть несколько вопросов на как бы ролик который был предыдущий посвященной фотографии где сравниваю хасельблат с камерами 4 на 5 дюйма которыми я снимал вот этот самый уже теперь вышедший из печати существующий календарь но желающие могут его естественно заказать в издательстве виде ну или зайти и приобщиться к виски рум не знаю дадут ли вам если вы не член клуба но тем не менее календарь в общем доступен ни в каких книжных магазинах он не будет никакими это сказать распространяться он никак не собирается поскольку тираж был разделен между виски румс и издательством виде в соответствии с их расходами будут распространяться в очень узком кругу людей которые успеют его или получить или приобрести поэтому как бы надо подсуетиться календарь в данном случае конечно несколько иной чем обычно у меня бывают календари на эту тему но у меня есть календарь вот некоторые картинки из него под названием интеграция сознания это посвященный истории двадцатого века самого начала и до конца был похожий календарь посвященный советской эпохи но когда там с традиции застолье были свои но в виде таких натюрмортов этот нет этот более жестко тематический и более так сказать выдержанный почему потому что здесь во первых есть прекрасное изображение сняты как вы понимаете и на пленку и на форматную камеру у вас одно будет возможность попытаться определить что чем снято и плюс огромные куски которые являются собственно говоря своеобразной книгой про виски где описывается и текстовом формате и с небольшими изображениями то как это виски возникало кто его производит в чем особенности потому что пока я снимал этот календарь я выяснил что очень многие люди вообще даже не догадываются о том что бочки для виски в которых выдерживается качественные виски много лет они изнутри обжигаются после портвейна хереса и других замечательных напитков то есть это своеобразное искусство о котором можно довольно долго говорить там есть и некоторые мозговые особенности нашего восприятия такого рода напитков с богатым разнообразным вкусом но о чем будет снят специальный быстрее всего ролик может быть и до нового года как раз в этом клубе где я расскажу в чем там многие фокусы притягательности этих напитков поэтому я хочу вам порекомендовать подсуетиться пока не поздно из-за небольшого тиража этого календаря как обычно и обратиться в издательство ведь где вы как раз можете его приобрести или виски рума если вы член клуба поэтому как бы все возможности открыты а так я могу сказать только одно что он как раз является некой интеграции о которой спрашивал меня в том числе один из слушателей интеграции ситуации когда я использовал и пленочную камеру и цифровую для того чтобы добиться наибольшей выразительности это еще раз подчеркнул это просто разные инструменты пригодные для решения сложных задач некоторые задачи потом чередованию плоскости и резкости недоступны для хасельблада чего к нему не привязывая слишком маленькая матрица по сравнению с камерой 4 на 5 дюймов или еще больше и слишком трудно это делать то есть иначе говоря пленка не умерла но она просто уж перешла в профессиональный формат конечно лейкой монохром снимать можно намного лучше чем пленочным хасельбладом поскольку ну просто у нее широта лучше разрешение ничего не сделаешь научно-технический прогресс не остановить есть еще всячески интересные вопросы ну например как я навожу на резкость на резкость я навожу камерами значит форматными по воздушному изображению на этой тему есть ролик специальный о том как наводить на резкость как самому сделать эти так называемые окошки в матовом стекле да надо просто приклеить небольшое тоненькое стеклышко покровные от микроскопии бы канадским бальзамом в несколько точек матового стекла камеры и тогда вы сможете спокойно по воздушному изображению там все подробно рассказано наводить на резкость такая же информация есть книжки формат искусство фотографии тогда никакой ошибки с наводки на резкости не будет более того вы можете двигаться по площади кадра и находить точки с оптимальной резкости и вам будет понятно что будет при том или ином движении задней стенки камеры найдите этот ролик он был посвящен как раз книжки формата искусства фотографии там один из девяти роликов на посвящен наводки на резкость у вас есть возможность этим одну на худой конец книжка если ознакомиться нельзя а вот с цифровыми камерами там все еще проще поскольку я просто ставишь максимальное увеличение цифровое изображение и наводишь на резкость то есть никаких хитростей нет то есть это очень важный момент особенно при съемке со штатива и особенно при моей любви к работе на полностью открытой диафрагме то есть насколько возможно диафрагма я настолько открываю тогда просто объективы показывают свои лучшие характеристики но плохие объективы своих худшие но поскольку такими стараюсь не пользоваться я значит стараюсь очень точно наводить на резкость и максимально открывать диафрагму насколько только это возможно некоторые конечно присылают мне издевательские комментарии что особенно приятно поскольку я же снимаю эти ролики не для того чтобы так сказать осчастливить все человечество отнюдь а для того чтобы рассказать о тех приемах фотографии или о тех достижениях современной фотографической мысли которая бы позволила вам улучшить результаты вашего творчества только для этого ну тем не менее есть всегда поклонники так называемых тестировщиков или настоящих фотографов но например варваре ракраса почему через w через два ну вот которые сообщают что я вешаю лапшу на уши зрителям да конечно я ее вешаю и что настоящие профессионалы просто скромно улыбаются вот для того чтобы настоящие профессионали продолжали скромно улыбаться ближайший ролик будет посвящен сравнению любимыми среди профессиональных фотограф моделям камеры canon в сравнении с камерой лейка sl с индексом с и мы посмотрим на те широкие улыбки профессионалов которые после этого я думаю что начнутся в интернете на этом уважаемые слушатели я с вами прощаюсь рекомендую вам получить удовольствие как от календаря если вам удастся его приобрести так и от новогодних злоупотреблений которые все равно будут осуществлены несмотря ни на какие запреты удачи вам и приятных ощущений как вкусовых так и зрительных на этом до свидания и